Мультипликативный эффект для развития экономики? Ну, в отличие от этих некоторых экспертов, которые говорят о мультипликативном эффекте, я помню программу конверсии, программу перехода военных технологий в гражданский сектор образца середины 80-х годов в СССР. Её эффект был ноль. Все разговоры о фантастических научно-технических достижениях, о перспективах конверсии, что вот сейчас наши оборонные предприятия выйдут на просторы гражданской промышленности, завоюют весь мир, они не оправдались, ничего мы не смогли предъявить. Большинство типов вооружений, которые сегодня закупает российская армия, они спроектированы 10, 15, 20, 30 лет назад. И они далеко не являются современными. И что-то я не видел в закупке российской армии, современных дронов, без пилотников, которые управляются, вообще говоря, людьми, которые резко снижают потребности в расходах на поддержание авиации, резко увеличивают эффективность её применения. Мне кажется, что разговоры о том, что наша военная промышленность сможет что-то дать гражданскому, они от лукавого. В современном мире экономика устроена по-другому. Например, в той же самой авиации уже давно переток технологий идёт из гражданского сектора в военный. Потому что военный сектор никогда не заботился об эффективности. Задача никогда не стояла о том, чтобы потратить топливо как можно меньше на перевозку самолёта. Никого это не заботило, пока цены на топливо были на низком уровне, на нефть. Часто цены на нефть выросли, и в тех же самых Соединённых Штатах очень активно идёт переход технологий на производство гражданских самолётов на производство военных самолётов. В России этого ничего не наблюдается, потому что в России военная промышленность и гражданская промышленность живут абсолютно изолировано, вплоть до того, что они железным забором разъединены колючей проволокой. О какой здесь перетоке технологий может идти речь? В условиях России военные расходы — это прямой вычет из нашего национального богатства, прямой вычет из нашего уровня жизни. Поэтому для политиков это понятно, это возможность демонстрировать, что Россия является великой державой, как будто 20 баллистических ракет, которые будут поставлены на вооружение, сделают кого-то более богатым в нашей стране, сделают качество нашей жизни лучше. Но мне кажется, что это вопрос больше кросс-стату. Правильно ли он считает все эти вооружения, в этом году добавляя к валу внутреннему продукту, в следующем году вообще их надо будет читать, потому что они будут в конечном итоге списаны и никогда не будут использованы, слава назначения. Сергей Владимирович, но если не кормить собственную армию, то в какой-то момент начинаешь кормить чужую, да? Вы знаете, я не говорю о том, что нам армия не нужна. Вопрос, какая армия нам нужна и к какой войне наша армия собирается готовиться. Я, вот опять, я же не случайно, первое, что я начал говорить про военные расходы, это расходы на закупку танков. Есть известное интервью, по-моему, в вашей газете, директор Уралвагонзавода, господин Осиенко, где он говорит, что Уралвагонзавод производит 60% мирового производства танков в мире. 60%, вдумайтесь, то есть это больше, в полтора раза больше, чем все остальные страны мира вместе взятые. Вот, то есть уже весь мир дошел до того, что танки практически в современной войне не нужны. Тем более, там, для России с ее огромными территориями. Танки — это орудия нападения, да, танки — это орудия прорыва, там, в войне с использованием больших территорий, там, где у тебя большие пространства, которые ты можешь завоевывать. Наша армия готовится к этой стране? Нам нужны танки, с кем мы собираемся воевать? С Украиной? Или мы действительно собираемся вновь идти до Берлина и Парижа? Да? Нам нужна мобильная армия, профессиональная армия, оснащенная современным вооружением. Нам нужны беспилотники, да, там, я не очень уверен, что нам нужен истребитель пятого поколения, на который тратятся безумные деньги. А беспилотные самолеты? Да, они нужны. Но для того, чтобы появлялись беспилотные самолеты, у вас должен быть прорыв в системах наведения, в оптике, в электронике, да. Вот в каких-то гражданских секторах, где ваши предприятия должны конкурировать на мировое арея, должны выходить на конкурентное пространство. Мы всего этого дела не видим. Структура расходов на вооружение, на закупку вооружения, она абсолютно архаична, она мало чем отличается от того, что советская армия закупала в 80-е годы. Сергей Иванович, ну вот ни один военный конфликт, даже с участием Соединенных Штатов, да именно с участием Соединенных Штатов, и войск коалиции не обходился без бронетанковой техники, и пехоты даже, все пока по-старому. Да, беспилотники нужны, но и Министерство обороны тоже не отрицает, что им нужны беспилотники. Правда, не понимают, где их закупать. Вот наши отечественные производители говорят, что мы можем сделать лучше. Правда, пока я не видел что-то такого представленного лучше, чем израильские, но тем не менее. Ну, не знаю, посмотрите, посмотрите на последние военные операции США в Ираке или в Афганистане, я что-то там танков особо не видел. В 90-м году буря пустыни, да, была, но там как раз и речь шла о завоевании территории. Да, вот последние военные операции по противостоянию там локальных конфликтах, да, противостоянию таким террористическим группам, там танков не было. Насчет беспилотников, тема же, это она достаточно старая, известная. Я несколько лет был членом сайта директоров обмененной авиастроительной корпорации. В какой-то момент, например, обсуждение стратегии, я поставил вопрос, ребята, а где у нас беспилотники? Почему мы не собираемся их производить? Ну, на что там все руководство компании сказало, да, это вообще к нам не относится. Это в этим должен заниматься тот другой. Это говорит о том, что вот сам по себе оценка, там, ведь военное производство, оно исходит из того, что у тебя заказывает политическое руководство. В какой войне ты готовишься, какие у тебя цели и задачи. Если у тебя задача летать над Атлантикой или над, не знаю, посылать стратегические бомбардировщики к берегам Северной Америки, ну, ты и тратишь огромные миллиарды на то, чтобы летали эти самолеты. Но эти они достаточно дешевые. Надо было нам пригласить представителей министерства обороны, если бы кто, конечно, приехал сюда и пояснил нам, каким стратегическим задачам готовится российская армия. Вот тогда было бы хорошо и была бы, правда, хорошая дискуссия. Продолжение следует...